Украинские силовики 59-й отдельной мотопехотной бригады по приказу своих военных преступников два раза подвергли нашей позиции в районе населенного пункта Калинова. Каратели вели обстрелы из АГС, крупнокалиберных пулеметов. Разведка народной милиции отмечает увеличение количества небоевых потерь в подразделениях ВСУ, выполняющих задачи в зоне так называемой АТО. Данные потери возникают в связи с низким уровнем дисциплины и частыми случаями употребления спиртных напитков и наркотических веществ, а также нарушение техники безопасности при обращении с оружием. Так, в одном из подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 6 июня в ходе неосторожного обращения с оружием погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Командование бригады, как это они обычно делают, пытается скрыть такие потери путем подачи ложных данных и заявляет о снайперском обстреле со стороны военнослужащих Народной милиции Луганской Народной Республики. Вместе с тем, вооруженные силы Украины продолжают нарушать условия пребывания в военной технике вдоль линии соприкосновения, предусмотренные минскими соглашениями, а также используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой АТО. Также нашей разведкой было установлено, что 7 июня в ночное время суток из населенного пункта Северодонецк в населенный пункт Лисичанск проследовала колонна военной техники Вооруженных сил Украины из трех единиц РСЗО БМ-21 «Град». Ну, говорить не стоит, что эта техника должна быть законсервирована. Военное руководство Украины также продолжает прибегать при помощи иностранных наемников и инструкторов. По сообщениям местных жителей, 7 июня со стороны населенного пункта Лопаскино в населенный пункт Трехизбинка Новоядарского района прибыла колонна автомобильной техники из четырех бронированных машин Toyota Land Cruiser, в которых находились иностранные военнослужащие. Разговаривали военнослужащие на английском языке. У них был один переводчик. Все военнослужащие были хорошо экипированы и вооружены.